Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился, всем здравствуйте! А сейчас, дорогие мои, мы с вами поговорим о том, какие 20 продуктов часто употребляют звезды, ну и мы с вами. А чем мы не звезды? Мы дочери царя-царей. Поэтому, ну и сыновья, наверное, там тоже есть царя-царей. Поэтому мы ничем не хуже, а может даже лучше. Просто многое из того, что они едят, мы не знали. Нам вот давали такое вот первое, второе, третье, да, 70 лет. И вот все ели первое, второе и третье. Четвертого было не дано. Сейчас нам дано всё, я прославляю Бога. И слава Богу, что так. И поэтому, дорогие мои, давайте начнём. Я уже запаслась. Что я буду делать из этого? И что я буду делать из этого? Это у меня другая история. Ну, а что я делаю из этого, вы сами знаете. Это другая история. Но, такие, именно вот такие вот фрукты едят звёзды. Первое. Еда должна быть некалорийной. Иначе наша фигура, мы с вами звёзды, поплывёт. Второе. Женское питание и мужское питание, всегда помните, разное. И третье. Питание должно давать энергию. Для того, чтобы жить и работать, надо получать энергию. Ни в коем случае нельзя голодать. Начнём. Первое. Это всем известные яблочки. Яблоки, всё-таки, несмотря на то, что там много витамина С, хорошо, там есть пищевые волокна, там кушать непременно нужно с кожурой, просто хорошо помыть яблоко, там есть железо, которое нам так необходимо, и всё-таки яблоки притупляют голод. Там есть ещё и фруктовый сахар. Именно фруктовый сахар, который нам необходим. Но мы не должны потреблять дополнительный синтетический белый сахар, или, говорят, там коричневый сахар, какой бы то ни было. Мы не должны добавлять себе в напитки или ещё куда-то сахар. Лучше, когда-никогда, мёд. Это был первый продукт. Второй – это чай. Но какой чай, дорогие мои, если вы пьёте вот эти китайские чаи, которые так называемые, как я их говорю, как я называю их, пуговки, то посмотрите видео моё. И, наверное, я внизу сделаю ссылочку вам на этот чай. И вы всё поймёте. И потом тысячи раз подумаете, а стоит его употреблять или нет. Чаёчки делаем мы с вами вместе сами. Мы составляем композиции. Мы любим это хобби, растворяемся в нём. Я имею в виду мы, имею в виду нас всех вместе взятых. И получаем удовольствие от этого. Кроме этого, мы оздоравливаем себя полностью. Понижаем холестерин. Именно травяные чаёчки. Но, вот говорят, травяной чай. Я не согласна. Я не согласна. Я делаю настоящий чай листовой. И из каких листьев я делаю чай, вы также можете найти у меня на канале. Как один из вариантов, я сделаю внизу ссылочку. Вы посмотрите композицию, как я составляю композицию чая. Это один из важных, скажем так, из важных компонентов нашего питания. Это чай. Потому что пьём мы много. Помимо того, что мы пьём 2 литра воды, чай это как отдельное питание. Это как удобрение. Любое растение надо удобрять. И вот мы удобряем себя. У нас работают почки лучше, у нас очищается кишечник, у нас благодаря чаю и желудок лучше. Всё. Всё там микроэлементы, которые нужны, дубильные вещества и прочее, прочее, прочее. Это второй продукт. Третий. Третий продукт, а лучше сказать продукты, это все виды капусты. Не зацикливайтесь на одной капусте. Вот эта белокочанная капуста, в ней меньше всего витамин, а вот больше всего витамин, всё-таки цветная капуста, капуста брокколи. И вот знаменитости тут отрываются не на шутку. Они делают и на пару. У меня там видео есть, по-моему, 2 года назад. Да, где-то 2 года назад я делала. Я показывала на пару, как я делала, потому что я бесконечно это делаю, постоянно. Но, чтобы не повторяться, я вот сделала, выбросила в мир это видео. И вы можете посмотреть, как я овощи делаю на пару, в том числе и брокколи. Кроме того, капустный сок. Да, знаменитости делают капустный сок. Но и мы тоже не отстаём. Во-первых, это красивая кожа. Там столько витамин в капустном соке, что, пожалуй, наверное, обережает все на свете овощи. Просто даже потому, что она очищает кровь. Капуста прекрасно очищает кровь. Причём любая. А если вы ещё в композиции все три будете класть. Вот я иногда делаю, допустим, на пару, сразу несколько вариантов капусты. Я беру чаще всего совойскую. И, кстати, к совойской капусте меня приучила Танюша. Вот я для себя открыла совойскую капусту. Когда Таня здесь жила, она готовила часто совойскую капусту. Я для себя её открыла как необыкновенно вкусную. Я не ожидала, что она настолько вкусная. С белокочаной не сравнить. На пару я имею в виду всё готовить. И ещё брокколи и цветной. Вот я три сразу кладу. Ну и, конечно же, белокочаную. Но я редко, честно вам скажу, использую белокочаную капусту. Ну а из пекинской капусты я делаю кимчи. Как делать кимчи? Это ферментированная капуста. Кимчи. Кстати, кимчи получаются такие острые. Я потом промываю и делаю уже по-своему салат. Но бесподобно полезно. Ну, следующий продукт это лимон. Лимон, ну, наверное, самый такой фаворит. Я на каждую неделю беру несколько штук лимончиков. Я их не кладу в холодильник. Я их выжимаю с сок оттуда. Оставляю. И вот у меня лимонница и там сок. Лимонный сок. И добавляю уже везде и всюду. И в чай добавляю, и в салаты добавляю, и в соусы добавляю. Везде, где только можно добавить, я добавляю лимон. Конечно, он омолаживает. Конечно, он дает свечение коже. Конечно, он идеален во всех отношениях. В общем, продукт молодости. Флавоноиды, витамин С, все это дает свое. Следующий продукт это апельсин. Апельсин и так выдавливаем. И так выдавливаем. И делаем соки апельсиновые. И так же тут витамина С, но тут еще и сахароза, фруктоза. Это тоже нам нужно. Он послаще, чем лимончик. Значит, в лимоне свое, в апельсине свое. Даже цедра лимона и апельсина по составу отличаются. Поэтому цедру я собираю вообще любую. С любого цитрусовую. Обязательно. Ну, следующий, скажем, не продукт, а сразу целая композиция. Это ягоды. Красные, оранжевые, любые. За исключением белой смородины. Белая смородина в себе не содержит то, что очищает кровь. Вы знаете, есть такая белая смородина. А вот все красные ягоды, насыщенные красные и черные, и плюс облепиха, это изумительный, скажем, лекарь, который очищает нашу кровь. Тем самым кожа красивая, волосики прекрасные, ноготочки, и просто мы отточенные, здоровые, мало того, это сильный антиоксидант, это профилактика раковых заболеваний, это ягоды. Очень хорошо, ягоды же просто так, если вы их будете кушать, они усваиваться не будут, как правило. Нужно добавлять или какое-то маслечко, либо делать с молочными продуктами, сочетание изумительное. Ягоды и молочные продукты, это великолепно. Это йогурты, лучше всего йогурты. Самое лучшее молоко в мире это козье. Оно приближенное к грудному молоку человеческому и козье молоко имеет в своем составе то, что не имеет коровья. Корова очень часто болеет разными такими нехорошими заболеваниями, которые человек тоже может подцепить. Вот особенно гельминты у коровы, конечно. А вот коза, как ни странно, она не болеет даже туберкулезом. Коза не болеет туберкулезом, корова болеет. Поэтому я советую вам пить козье молоко и делать из козьего молока брынзу, делать кефирчики, йогурты. И это очень хорошо будет действовать на все ваши органы. Следующий продукт, а точнее продукт, это грецкие орехи. Это изумительная вещь. И атеросклероз, и про грецкие атеросклероза, и от многого чего. От тромбов для зрения прекрасно, там омега, жиры есть, омега-3, омега. В общем, нам нужны орехи грецкие, и к орехам хорошо бы добавить тыквенные семена. Это вот продукты номер один. К ним бы я еще добавила, наверное, продукты, вернее, орешки, бразильский орех. Почему бразильский орех? Потому что в нем есть селен. А селен, как известно, он не дает развиваться, а вернее, разрушаться волосам. И седые волосы нам не грозят, если мы употребляем вот этот бразильский орех, в котором есть селен. Вообще селеносодержащие продукты обязательно нужно употреблять. Еще следующий продукт, который я посоветовала бы, это коричневый рис. Коричневый рис, он, почему он так полезен? Ну, в белом там меньше все-таки витамин, а вот в коричневом рисе есть витамины В, есть фосфор, и это очень хорошо действует на нашу кожу, на наш организм, поэтому я все-таки коричневый рис. За коричневый рис. Следующий продукт, один из моих фаворитов, это красный перец. Именно красный перец. Если не сезон красного перца, не надо покупать, не надо покупать тепличный красный перец, это отрава. Красный перец надо есть много в сезон. Еще очень хорошо делать пасту, можно замораживать, но ни в коем случае не покупать красный перец свежий, например в январе или в декабре уже нет никакого перца. Почему именно красный? Почему вот не оранжевый, не зеленый? Потому что в красном перце витамина С в три раза больше. Если вдруг нет красного перца, я употребляю паприку. Паприка прекрасная, там сбор перцев, целая плеяда, и вот пожалуйста в сухом виде все равно полезен. Вот все равно полезен. Следующие продукты это конечно же бобовые. Вы знаете, все-таки звезды наши и не наши, они больше скорее всего не наши, предпочитают бобовые. У нас не так едят. У нас все картошку, картошку, картошка, картошка отрава. Никто ее не ест. Ее едят, я не знаю, там в общепитах, да, в фастфудах, но никак дома не делают ее. Бобовые. Замените картофель полностью бобовыми. Чечевица. Номер один. Фасоль. Соя. Вот это бобы. Это самое лучшее, что может быть. Причем всех цветов покупайте. Покупайте один раз фасоль красную, потом черную, потом белую. Смесь чечевицу красную, зеленую, желтую. В общем, все это чередуйте, меняйте. И это большой источник витамин, группы В в том числе, аминокислот, железа, меди, калия, чего только нет в бобовых. Очень вам советую употреблять их. Следующий продукт это яйца. Берите пример, дорогие мои, с Дженнифер Лопес. Она ест яйца в любом виде, кроме жарки. Вареные и сырые. Вы знаете, я тоже ем и сырые, и вареные. Вы скажете, как сырые? Да, вот есть у меня такая привычка, раньше мне Танюша, когда держала кур, она мне давала сырые яйца, у нее чистенькие, хорошие куры, я брала. Сейчас, конечно, я ни у кого не беру, приходится только вареный, либо, ну, знаете, какие я делаю, в смяточку, вот в смятку. Я беру кашу и я показывала, каким способом я готовлю. А иногда просто отвариваю и все. Яйца нужно кушать, это низкокалорийный продукт, поэтому я всем советую, вы не поправитесь, но получите максимум пользы и от желтка, и от белка. Следующий продукт это грейпфрут. Сейчас столько пишут о вреде грейпфрута, девчонки мои, не верьте ни одному слову. Грейпфрут это самый важный для нас продукт, продукт красоты, продукт похудения, как и имбирь. Сейчас просто бьют в колокола, за куркуму, за корицу, за грейпфрут, то есть за все то, что борется с инфекцией. Вот за все то, что помогает побороть всю нечисть, которая внутри организма. Вообще не слушайте. Вы посмотрите, молчок за антибиотики. Я наоборот стараюсь через раз, через раз, и чем чаще, тем больше, и буду дальше говорить, за страшные вещи, которые несут в себе антибиотики. Я еще за пенициллин вам расскажу. Здесь масса витамин, и пектины, и витамины, и огромное количество витамина С, больше, чем в лимоне, больше, чем в апельсине. сжигает сжигает жиры, малокалорийный, столько витаминов, что не перечесть, и пектин в том числе. Советую, обязательно употребляйте, это изумительный продукт молодости. Звезды во всем мире едят очень много морской капусты. Я тоже ем очень много морской капусты. Я ем морскую капусту, причем в абсолютно разном виде. И в сыром, и в плане приправы, как я делаю приправу, у меня есть видео, я сама делаю приправку, и видео я делала, когда показывала ламинарию. Я перемалываю мелко, ну, в общем, я сейчас рассказывать не буду, у меня есть видео, покопайтесь, посмотрите, там, где я специи делаю, называется специомания, по-моему, так. И вы увидите там все специи, которые я делаю, я все показываю, включаю камеру и рассказываю. Ламинария богата минеральными веществами и микроэлементами, такими, которых нигде нет, нигде не найдешь, только в ламинарии, потому что море дает все, и вот она поглощает, тем самым мы через ламинарию можем получить много чего, что нам невозможно взять из продуктов, ну, например, такую, как многие любят, картофель, картофель советую очень вообще убрать из своего рациона, не надо превращать себя в ходячий крахмал, у нас уже люди настолько на крахмале, что мозг не работает, а мозг не работает, потому что картофель внутри, ну, это крахмал, в огромном количестве крахмал, попадает в кровь, превращается в сахар, забивает сосуды все, что только можно, и, конечно же, очень негативно действует на организм, разрушает изнутри его, и является питательной средой для бактерий, бактерии очень любят сладкое, как чувствуете, что вы болеете, прекращайте кушать сладкое, вот вообще, пейте, пейте водичку, пейте через каждые 20 минут чай, чай домашний свой, и вы увидите, как ничего не кушаете, хотя бы сутки вы сдержитесь только на питье, и вы увидите, как вы быстро начнете восстанавливаться, потому что бактерии ждут сладенького, а если вы пьете, 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 и полезное, то все, следующее, то, что я кушаю, это морскую рыбу, Николас Периконе, есть такой знаменитый дерматолог, книжку, которого я прочитала, Николас Периконе, запомните его, это дерматолог, и вот он утверждает, что лосось способен убрать морщины, мелкие, побороть, если человек кушает регулярно морскую рыбу, особенно лосося, то у него повышается упругость кожи, и вот это очень важно, да и вообще рыбку надо кушать, ну, про следующий мой любимый продукт, я говорила, это овощ, помидор, почему я люблю помидор, я тоже рассказывала, потому что там ликопин, а ликопин это прекрасный борец с раком, атеросклерозом, и другими нехорошими заболеваниями, поэтому томаты употребляйте, и зеленые, и красные, то, что есть в зеленых, нету в красных, то, что есть в красных помидорах, я имею ввиду минеральные вещества, микроэлементы, витамины, того нету в зеленых. Следующий мой любимый продукт, и продукты звезд, это йогурт, йогурт, я обычно делаю, есть у меня видео, как очень много кладу красных ягод, вот эта смесь йогурт с красными ягодами, это бомбейская смесь, которая борется с дрожжевой, скажем так, инфекцией, со всеми вот этими кандидами, с молочницей, со всем, если вы регулярно употребляете козий йогурт. Сейчас идет как раз сезон начинается киви, поэтому, дорогие мои, обратите внимание на киви, не забывайте за хурму, я помещу их вместе, хурма и киви, они по своему составу одинаковые по калию, огромное количество калия, это укрепление нашей сердечной мышцы в киви и огромное количество калия в хурме, кушайте, употребляйте и лечите свое сердце, поддерживайте, это питание сердца, поддерживайте свое сердечко, ну и естественно это фрукты красоты, ягоды красоты, хурма это ягода и киви это ягода, вы можете себе представить, что в киви в два раза больше витамина С, чем в апельсине, и в четыре раза больше пищевых волокон, чем в яблоках, яблоках. Следующее, то, что любят кушать звезды на Западе, они любят кушать манго, а почему они любят кушать манго, да потому, что там огромное количество каротиноидов, за каротиноиды я вам рассказывала, это борьба с раком, там очень много витамина С, там много витамина Е, а это молодость, это антиоксиданты, опять-таки, это правильное питание наших клеток, правильно, и именно тех клеток, которые нам нужны. Дальше, грибы, вот как бы так вот, грибы надо кушать, звезды, конечно, любят трюфель, трюфель, прекрасный гриб, редко встречающийся, но бывает, что мы кушаем трюфели, также шиитаке, мои таке, есть такие грибы, и вот звезды, на Западе, они едят, а вы знаете, что звезда Джулия Робертс, она со своим супругом, даже однажды, вот так вот, взяла, села на самолет, и поехала на ужин в Италию, покушать трюфелей, и вернулась назад, представляете, поужинать через моря, океаны, но, я думаю, что они все-таки с ночевкой приехали, ну, хотя бы на пару дней, ну, не может быть, чтобы вот так вот, раз, там же лететь только сколько часов, наверное, часов 7, но вот такой вот в ее жизни был случай, на ужин в Италию, чтобы насладиться вкусом трюфелей, ну, и еще один фрукт, который очень любит знаменитости, это помело, помело, это тоже цитрусовые, и очень богат витамином С, еще больше, чем в лимоне, даже с таким слегка горьковатым вкусом, но все-таки не настолько, сколько в грейпфруте. Каждый цитрусовый имеет свою изюминку, об этом мы еще будем рассказывать, я вам объясню, что, где и как. Очень много пектина, каротиноидов, поэтому помело это номер один в нашем рейтинге красоты и правильного питания. Ну а я вас всех люблю и пусть Господь Бог благословит вас и ваших близких. Включите в рацион все эти 20 продуктов питания и вы посмотрите, как ваша жизнь изменится к лучшему. Будьте благословенны вы и ваши близкие. покыли. торч narcissist и м . Продолжение следует...